Кого российская пропаганда назначила виновником крушения малазийского Боинга на Донбассе и падения рубля? А кого нашли голландцы? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Депутат Госдумы России Фёдоров всё-таки нашёл виновных в обвале курса рубля. Глава национал освободительного движения, который и день и ночь позором клеймит Америку убеждён. Зло на фондовый рынок наслала Украина. А вот источник всех проблем собственной персоны. Роман Сульжик, управляющий директор Московской биржи. По утверждениям Госдумца с двумя паспортами, конечно же вражескими. Один украинский, другой американский. Теперь Фёдоров собирается писать в Следственный комитет, просит возбудить уголовное дело и отправить финансиста под стражу. А потом, разумеется, по этапу подальше. Впрочем, Фёдоров прославился не только громкими речами. Вот российские оппозиционеры на пикете в поддержку Украины. А вот, как говорят митингующие, активисты национал освободительного движения пришли с ними поговорить. Тем временем в Следственном комитете расследуют другое, чрезвычайно важное для Родины дело. Случай с малазийским Боингом на Донбассе. По словам официального представителя Маркина, некий украинский дезертир под псевдонимом поведал, что пассажирский лайнер сбил пилот Волошин. Он якобы в тот день управлял военным самолетом Су-25. А вот журналисты голландского телеканала РТЛ наоборот нашли доказательства обратного. Они считают, что Боинг был сбит именно российским буком. Вот эти фотографии. На них вероятная траектория полета ракеты. Есть и свидетельства очевидцев, но их фотографии пока не публикуют. И соображений безопасности. Похищенный несколько лет назад из Киева российский оппозиционер Леонид Развожаев перед приговором сказал, труды Следственного комитета это настоящая билетристика. К реальности не имеют никакого отношения. Вероятно, нечто подобное получилось и сейчас. Советник главы СБУ Лубкиевский уже сообщил, в день крушения воздушного судна капитан Волошин в небо не поднимался. Его самолет тогда вообще был на ремонте. Да и украинские ВВС там не работали в этот день в этом районе. Будет абсолютно неудивительно, если завтра пропагандистские рупоры заявят, что именно капитан Волошин распял того самого мальчика в Славянске. Вполне ведь вероятно и такое. Данил Русаков, Олег Неведовский, Сергей Ведмить. Московское бюро. Телеканал Интер.